Я очень жду Сталкер 2. Я такой фанат. Я уже договорился, что я буду тестером. Так можно тогда и саундтрек для него записать? Например, на бит из вот этого видео. И меня по-прежнему зовут Стас Гарф Прот. Подорвали, пацаны? Ну и, конечно, я вряд ли смогу достучаться до Алишера без вашей поддержки, мои дорогие зрители. Так что к вам просьба. Наспамьте ему в директ в Инстаграме этим видео, и тогда, возможно, действительно на этот бит получится сделать саундтрек Сталкеру 2. Ставим 150 и надеваю наушники. Наш основной инструмент — это контакт на сегодня. Во-первых, это нейлоновая гитара от Ильи Ефимова. И если ты фанат Сталкера 2, то ту мелодию, которую я использую, ты точно знаешь. Наш скейл на сегодня — это ля минор, то есть самый минористый минор. И мелодия звучит примерно вот так. Первый аккорд — это ля минор, естественно, но он будет играть вот так. А здесь будет нотка. А здесь будет нотка. Непонятно пока. Ну ладно, допустим. Второй аккорд — это уже ре минор, и поэтому вот эти нотки переезжают просто вот сюда. А снизу будет ре ля. Потом ми мажор. И в финальном такте у нас будет сначала играть кусочек из первого такта, и кусочек вот отсюда. Допустим, не так всё ясно и понятно, но мы добавляем второй контакт. Берлин Оркестра Инспайрт, Брас, Холл Энсембл, Стаккад. Если до этого момента остался хотя бы один человек, который эту мелодию не узнал, то сейчас он всё узнает. Ай, маслину словил. Вот в таком виде мелодия будет играть только во вступлении, так что Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. И, во-первых, с А перенесём всё на D-Sharp, чтобы бас звучал получше, ну то есть на более низкой ноте. Гитару тоже переносим на D-Sharp. И, наверное, вот эти нотки поднимем на октау вверх. Ещё Alt-R нажмём, чтобы рандомизировать Velocity. Чуть поднимем. И здесь тоже Alt-R. Ещё иногда мелодия будет играть на октау выше, дополнительно. Вот так. И ещё, чтобы ритм был получше, я вот эти три такта удалю и заменю их вот этими тремя тактами. Чтобы у нас было повторение вот этого, но в конце было... Вот это пробежка, так её назовём. У неё 100% есть какое-то название правильное. Повторим то же самое с гитарой. Ещё эти библиотеки играют с маленькой задержкой в начале, я об этом говорил в прошлых роликах, так что мы их заресэмплим. И применим ещё одну маленькую хитрость. Убавляем темп до 105 ударов в минуту со 150. И заресэмплим именно в таком темпе. Ставим два паттерна и вместо 8 тактов выделяем 9. Выделяем Ctrl-Alt-C, Enter. И 9 тактов вместо 8 я заресэмплил для того, чтобы с помощью инструмента Sleep с зажатым Alt-ом компенсировать вот эту задержку. И чтобы не появилась пауза в конце. Shift-праве кнопки мышки отрезали. Повторим теперь то же самое для браса. И для браса на октаву выше. Эти зарендеренные сэмплы я переименую. Ещё везде вместо ресэмпла ставим Stretch. И возвращаем темп на 150 ударов в минуту. Так зачем я сначала убавлял темп, потом рендерил и восстанавливал её обратно? Вот так звучит без этих манипуляций. А вот так после них. Без вот этих манипуляций звучит больше, объёмнее, масштабнее. Но нам сюда ещё бит с басом впихивать, которые тоже должны занимать много места. И поэтому таким образом я немножко сжал и уменьшил инструменты. Сделал их чуть-чуть более медишными. Как бы более лоу-файнами. Но за счёт этого какими-то такими, ну, типа такой вайп сталкера, по-моему, появился. Ещё из того же берлинского оркестра я возьму харп, то есть арфу, и добавлю одну маленькую штучку. Просто аккорд D-sharp minor на две октавы. Alt-S. Accept. И теперь это тоже за ресэмплем. Зайдём в весёлые настройки, EQ убавим, буста добавим. Теперь добавим бит-точек. Уже традиционно я взял сэмплы из вот этого дрампака, из вот этого дрампака и из вот этого дрампака. А название сэмплов вы видите на экране. И если вам уже нравится этот ролик, и вы не хотите пропустить следующие подобные разборы битов, или какие-то просто битмекинг-видео по FL-очке, обязательно подпишитесь на канал, кнопочка подписаться есть внизу. Вы можете прямо сейчас отмотать видео и нажать подписаться. Для вас это ничего не стоит, а мне от этого будет очень-очень приятно. Если вам уже нравится этот биток, или я свёл и отмастерил вам олдскулы этой шикарной мелодии, то можете поставить заслуженный лайк, мне от этого тоже будет очень приятно. Ну и пропишем ударные. Начнём, конечно же, с клэпа. И у нас будет второй клэп, который будет добавлять. Экью чуть-чуть открутим, и чуть-чуть ауто дадим, и чуть-чуть шифта. И рим играет свою стандартную роль. Теперь время 808 баса. Для него, конечно же, нужно сделать катет селф. Звучать он будет как-то так. Тут уже G-шар. Здесь уже начинается разгон. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Теперь кик. Он будет звучать почти полностью по басу. Только вот будет удар вот здесь, ещё дополнительный. Без баса. Потом дублируем. Вот здесь вот уже убираем. Поставим кик ещё вот сюда. Да, вот сюда ещё кик поставим. Хай-хэт. Ставим звук, дублируем. Второй звук чуть-чуть убавляем. Всё вместе убавим. Ctrl-B. Ещё он звучит справа. Давайте немножко переместим диму до лево. Вот как-то так. Чуть-чуть ауто. Побольше шифта. Ну и пару пробежечек. Вот сюда поставим звучок. Одна, вторая. Ctrl-U. И. Теперь дублируем это вот сюда, но поделим его пополам. И вот так вот. Давайте EQ ему немножко опустим и добавим чуть-чуть буста. Второй хай-хэт будет отыгрывать довольно забавную партию. Вот так. Потом вот так. Вот так. И вот так. Типа тыка-тыка. Вот так. Ctrl-B. И он будет играть раз в два такта. Ему тоже добавим шифта. Open-Head будет играть что-то обычное. Crash. Ему мы открутим EQ. И чуть-чуть аут. И добавим шифта. Мне нравится. Давайте теперь всё переименуем и скинем на микшер. Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Сделаем Split by Channel. И сделаем пару обработчик. Начнём с гитары, потому что в ней очень много внизу. И мне нужен RC-20. Чуть-чуть низ отпилим. Переключим на Air. Чуть-чуть спейса. Больше не надо. И, конечно же, эквалайзер. Но перед всем этим поставим A1 Stereo Control, потому что тут есть волшебная функция Save Bass. Просто отпилим всю сайд-составляющую снизу. И чуть-чуть расширим. И на эквалайзере нещадно порежем вниз, потому что нам нужно впихнуть бас. И чуть-чуть ещё на RC-20 порежем вниз. Сюда мы добавим имиджер Stereo от Ozone. Поднимем повыше B. Этот чуть-чуть расширим. Этот посильнее Stereo Ice включим. Вот как-то так. Ну и эквалайзер ещё. Здесь ближе к серединке всё подрежем. Всё, чтобы освободить место под ударное. Здесь интереснее на втором брасе, потому что он высокий. Низ ему, в принципе, не нужен. Сюда вешаем Saturn II и делаем вот так. Сильно его бустим, но убавляем низ. Низкие частоты. Сюда тоже A1 Stereo Control. Тоже, по сути, только ради вот этого сейвбаса. Соберём общий канал инструментов, чтобы мы могли регулировать их общую громкость. И сейчас займёмся балансом громкости ударных и сайдчейн. Вот как-то так. И теперь давайте соберём общий канал ударных тоже. На них, конечно же, кидаем J37. И чуть-чуть имиджера Stereo. Stereo Ice включим. Этот бенд подвинем. Этот бенд поднимем вверх и чуть-чуть добавим. Буквально чуть-чуточку. Теперь создаём канал, на котором будет реверберация. Традиционный Valhalla Vintage World. Hall. Fat snare Hall. Прибавляем Decay. Убавляем низкие частоты. И по чуть-чуть ударные будем сюда отправлять. На канал инструмента всё-таки закину её центр стерео. Центр чуть-чуть убавим. И сайд чуть-чуть добавим. И пора сделать сайдчейн от кика на бас и на инструменты. Сайдчейн to this track. Сайдчейн to this track. На инструменты сначала кидаем лимитер. В режиме компрессора правой кнопкой мышки на сайдчейн. Кик. Рейшу на максимум. Релиз убавляем. Сустейн убавляем. И отлавливаем громкость трэш-холдом. Только чуть-чуть лёгкое небольшое выделение. Повторяем то же самое для 808. Звучит уже неплохо, но я хочу добавить ещё одну маленькую фишечку. Давайте на этот канал закинем эко-бой на пустой. Зажмём альтой левой стрелочкой, подвинем этот канал к инструментам. Инструменты зароутим. На него роут to this track. И в эко-бое мы поставим микс на 100%. Перекручим на пинг-понг. Отпилим вниз. И отпилим чуть-чуть вверх. Низа даже побольше отпилим. То есть на этом канале будет только дилей. И ещё свинга чуть-чуть добавим. И после этого ставим kickstart. И получаем просто бесплатный дополнительный кач. Убавляем его. Ну ещё на канал с ударными можно закинуть чуть-чуть DS10 Drum Shaper. А так вот чуть-чуть добавим. Sustain чуть-чуть убавим. Слушаем. Много не надо. Чуть-чуть добавим громкости сюда. Вот как-то так. Теперь давайте сделаем структурку. Точнее я её сейчас быстренько сделаю. И расскажу вам, что я сделал. Мне всё-таки не нравится, как звучит эта арфа. Во! Она должна звучать вот так. Так гораздо круче. Давайте её перересэмплим. Да, гораздо круче. Ну и чтобы сделать эффект tape stop в начале, я кассет транспорт бесплатный плагин закинул на мастер. Жмём на крутилочку, жмём на play, create automation clip. Теперь жмём на крутилочку, жмём на stop и снова create automation clip. Switches volume убавляем, ротор volume убавляем. Всё, отлично. Теперь нам нужно с помощью вот этих двух клипов автоматизации настроить, где он будет включаться. Например, например здесь. Play здесь выключаем. И делаем вот так, например. А stop включаем здесь. То есть всё остальное время stop будет убавлен. И правая кнопка мышки на его drive at, create automation clip, чтобы он был включен только в этом месте. У нас во вступлении играет парт уже в тональности La minor, а всё остальное время D sharp minor. Вначале нету браса, чтобы сделать акцент на арфе. Вместе с ней играет гитара и 808-й бас. Но во второй части припева у нас... Арфа играет полностью в соло, чтобы ну типа ещё больше сделать акцент. Не знаю, мне нравится как звучит. Во всех куплетных частях я сделал make unique на арфу и опустил её на октаву вниз. Она такая... На заднем плане такая незаметная. Здесь у нас вступает... Кусочки низкого браса. Нет хэтов. Пауза. Хэты и появляются снова гитары. И вот здесь мне кажется самая интересная часть. Та-да-дан. Вот этот первый кусочек повторяется три раза. И потом пауза. И типа клэп. И всё возвращается, когда возвращается брас. А в конце, в самом конце тоже мне понравилось как я сделал. Мне понравилось как я сделал, да. Та-та-та-та-та-та-та. Последняя четверть такта повторяется три раза и в конце... И осталось накинуть сезон на мастер. На максимайзере настройки вы видите на имиджере, как всегда, enhanced space. Ну и перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по-вашему биток, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне вконтакте, в личные сообщения или в инстаграме в директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть интересным, капельку полезным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить остальные видосы, другие видосы, новые видосы по битмейкингу, обязательно подпишитесь на канал. Для этого просто достаточно чуть-чуть промотать видео вниз и нажать кнопочку подписаться. Так сказать, сделайте красную кнопку серой уже. Ну и на этом у меня на сегодня все. С вами был Стас Гарфпрод. Я надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. Буду ждать вас в следующем. Продолжение следует... Продолжение следует...